Наш ум — это невероятный дар. Он ярко помнит любой опыт, любую информацию, которая нам встречается. Всё это может превратиться в феноменальное воображение, но если вы потеряли контроль над своим воображением, если вы перестаёте отличать фантазии от реальности, разделять будущее, настоящее и прошлое, ум станет вашим величайшим врагом. Большинство людей страдают не от самой жизни, они страдают от своих воспоминаний и воображения. Их до сих пор мучает то, что случилось 10 лет назад. Они уже страдают от того, что может случиться послезавтра. Дело не в событиях жизни. Причина в недостатке контроля над двумя самыми фантастическими способностями человека — яркой памятью и потрясающим воображением. Не беспокойтесь о будущем. Если вы успешно справитесь с настоящим, будущее расцветёт естественным образом. Мы можем работать лишь с тем, что у нас есть сейчас. Вы не можете работать с тем, что у вас в уме. Мы можем планировать, опираясь на то, что у вас в уме, но вы ничего с этим не можете сделать. Действовать можно только в текущем моменте. Вы можете работать только с тем, что есть сейчас. Тем из вас, кто поглощён собственными мыслями и эмоциями, любителям интернета и соцсетей, думаю, вам нужно избавиться от телефона и прогуляться по лесу. Если нет возможности делать это каждый день, хотя бы один-два раза в месяц вам нужно сливаться с природой, всем своим существом — ходить, сидеть, наблюдать. Если вы уделите достаточно внимания, то увидите, что будете очарованы и влюблены в любую мельчайшую деталь мироздания, потому что даже то, как создан один муравей уже слишком много, ваш ум не способен полностью понять, как он устроен. Те, кто не привёл внимание на творение, слишком сильно влюбляются в творение собственного ума, в мысли и в более сочную часть мыслей — эмоции. Если ваши мысли и эмоции стали значить для вас больше, чем творение Создателя, значит, ваше восприятие настоящая катастрофа. Вы совершенно не поняли, как устроена жизнь. Мы многое знаем, мы можем делать многое, но мы ничего не знаем во всей полноте. Такова природа существования. Если вы уделяете ему внимание, ваши мысли и эмоции естественным образом отойдут на второй план. Вы по-прежнему можете наслаждаться ими, но вы будете знать, насколько они незначительны. Если вы хотите постичь разнообразные измерения жизни, вы должны стать несерьёзными. Вы становитесь серьёзными только из-за того, что чересчур серьёзно относитесь к собственному существованию, тогда как в масштабах Вселенной мы присутствуем здесь ничтожно малое время. Вселенная необъятна. Сама Солнечная система, в которой мы находимся, лишь пятнышко. В ней планета Земля — микропятнышко. В этой крошечной точке, место, где вы живёте или ваш город, супермикропятнышко. И в нём вы стали большим человеком. Вот почему вы так серьёзно относитесь к жизни. Жизнь — очень короткий промежуток времени. Зная это, относиться к себе слишком серьёзно просто смешно. Секрет жизни в том, чтобы смотреть на всё несерьёзно, но при этом быть абсолютно вовлечённым, подобно спортсмену во время игры. Станьте спортсменами в жизни. Для этого необходимо понять, что ваше существование имеет значение лишь для времени, в котором мы живём, но не имеет значения для вечности, если только мы не коснёмся вечного измерения в самих себе, кем мы на самом деле являемся. Эта жизнь так коротка, ваша жизнь будет стоящей, только если вы будете делать то, что вам по-настоящему не безразлично. Для того, чтобы в вашей жизни появилась подлинная вовлечённость, чтобы вы могли отдавать себя абсолютно, вам нужно заниматься тем, что по-настоящему имеет для вас значение. Важно найти это. Когда я говорю «найти», это не значит, что вам нужно тратить полжизни, чтобы найти свою страсть. Нет. Вам просто нужно углубиться в способность делать всё своим. Когда вашим становится всё вокруг, весь мир ваш, вселенная ваша, когда это становится частью вас, если вы абсолютно вовлечены и непрерывно стремитесь создать нечто по-настоящему ценное для себя, тогда само ваше существование станет стоящим. Совсем не обязательно, что значимыми будут ваши действия или то, что вы достигли или не смогли достичь. Само ваше существование станет по-настоящему значимым, потому что просто дышать и жить станет необычайным феноменом. Нет явления грандиознее, чем жизнь. Если это не наполнено смыслом, тогда что же? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok